Это Наталья. Она любит рисовать, воспитывает дочь-подростка и работает в общественной организации. У Натальи ВИЧ и живет она с ним уже 13 лет. Произошло все очень банально, наверное. Я замужем, рожая ребенка, мне ставят диагноз ВИЧ. Это был 2006 год, мне в роддоме поставили диагноз ВИЧ. Это страшно на 2006 год. Переживала больше за дочь. Это сейчас можно сразу узнать статус ребенка. Тогда приходилось ждать три года, а ребенок оказался здоров. А сама Наталья начала лечение только спустя шесть лет после постановки диагноза. Я начала лечение и благополучно. У меня была стадия СПИДа. Я вылезла из стадии СПИДа. Как бы сейчас я абсолютно умный именитет здорового человека благодаря лечению. И вот уже сколько? В марте будет 14 лет, как я живу с ВИЧ-инфекцией. У меня 14-летняя здоровая дочка. ВИЧ – это на всю жизнь, но это не приговор. И с ним можно жить полной и насыщенной жизнью. Заниматься любимым делом, радоваться первым шагам дочке и не только. ВИЧ-инфицированные, которые получают антиретровирусное лечение, они не опасны в эпидемиологическом плане. Вирус полностью подавляется в организме человека. И мы называем это неопределяемая вирусная нагрузка. То есть, когда мы проводим специфические исследования на наличие вируса, то мы его не находим в крови ВИЧ-инфицированных, которые принимают РВ-терапию. И таким образом ВИЧ-инфицированный, он уже не является опасным для окружающих. Профилактика от ВИЧ одна – знание. Знание о путях передачи вируса. Три основных пути передачи. Это все, что связано с кровью инфицированной. То есть, это колющий, режущий инструментарий, необработанный, загрязненный именно кровью инфицированной. Кроме того, это половой путь передачи, который на сегодняшний день наиболее распространенный. Ну и третий путь передачи – это от матери к ребенку. То есть, во время беременности, во время родов или при кормлении грудью ВИЧ-инфицированная мать, она может инфицировать ребенка, новорожденного. Знание и главное оружие против болезней. Ведь мифов о спиде сегодня достаточно. Обычно мифы – это у врачей-стоматологов, у врачей-гинекологов. То есть, через вот эти кабинеты, структуры, тоже через укусы животных. Есть и такое спрашивают. Если меня кошка укусила, а живет она вот там в неблагополучной семье. Врачи говорят, заразиться можно только, если зараженная капля крови попала в кровоток здорового человека. Именно поэтому в быту вирус не опасен. В таком случае заболеть ВИЧ вероятность минимальная. Сегодня Всемирный день борьбы со спидом. В Приднестровье проводится немало акций. Одна из важных – бесплатное экспресс-тестирование. Его проводят как в центре, так и выезжают на места. Передвижная амбулатория пока единственная на все Приднестровье. Планируют закупить еще несколько. Эта машина заезжает в каждый город и старается охватить крупные села. Провериться на ВИЧ может любой желающий. Паспорт не нужен, не обязательно даже указывать свои данные. Все анонимно и конфиденциально. Процедура занимает всего 20 минут. Принцип действия – лакомусовой бумажки. Одна полоска – это хорошо пошла реакция. Две – в организме есть вирус ВИЧ. Надо действовать. Перед тем, как взять у человека капиллярную кровь на антитела к ВИЧ-инфекции, обязательно проводится дотестовое консультирование. Рассказывается человеку, каким образом в его организм может попасть ВИЧ-инфекция, что делать, если уже есть этот вирус в его организме, какое лечение есть и где его можно получить. Первая остановка передвижной амбулатории – Каменка. Здесь тестирование прошли 32 человека. Эту процедуру не проходила. Буду проходить первый раз. Я очень рада, что действительно есть это и бесплатно, и так быстро. Это очень хорошая возможность знать состояние своего здоровья. Это ведь важно? Конечно, это важно знать, потому что дело молодое, всякое в жизни бывает, и периодические проверки могут на корню эту проблему помочь решить. Поэтому такие акции, которые проводятся сегодня в Каменке, думаю, полезны и надо проводить гораздо чаще. Акция продлится до 15 декабря. Бесплатно сдать тест на ВИЧ можно и в Центре по борьбе со СПИДом. Наталья стала другом для тех, у кого нашли вирус иммунодефицита. Она психолог, но главное – человек, который сам живет с ВИЧ. Если мы на себя берем ответственность помогать человеку, в самом начальном этапе есть много вопросов, много страхов, то когда тебе человек звонит по телефону в 12 ночи, в 3 или в 4, он просто так звонить не будет. И мы не имеем права как бы не взять трубку и не ответить на его вопрос или не поддержать его. Это несложно на самом деле. Ну вообще, просто взять трубку и выслушать – это совсем несложно, а для человека это очень важно. И может быть, если ты не возьмешь трубку или не перезвонишь, это может порушить всю ту работу, которая была сделана до этого. Всего одна таблетка в день в одно и то же время. Этого достаточно для подавления вируса. По статистике, люди с ВИЧ живут практически столько же, сколько люди без диагноза. Люди с сахарным диабетом колют инсулин каждый день. Люди с давлением принимают и контролируют давление. Мы контролируем вирус. Он есть, мы не опасны для общества абсолютно. Мы вирус не передаем. Мы иммунитет вырос и живем до глубокой старости. Теперь это уже доказано. ВИЧ – это не приговор. Все, что нужно сделать – это вовремя сдать анализы и обратиться за помощью.